Девушки отдыхают 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 в этих тренингах, я для себя совершенно по-другому открыл своего наставника, Александра Батбольевича. Ну и теперь по теме. Где же брать людей, поговорим с вами сегодня. Скажите, а где брать людей? Вот сейчас в зале сидят те люди, которые, я так понимаю, приняты решение заниматься этим профессионально. Многие из вас уже занимаются этим профессионально. Огромное количество людей сидят уже профессионально. Вот скажите, где брать людей? Где брать людей? Где брать людей? Ваши вонки, на улице, на улице. Интернете. Везде. Действительно правильно. Смотрите, я очень часто, когда общаюсь в большей степени с сетевиками, говорю, что провожу такой опыт. Честно говоря, ни разу мне не приходилось, не доходило до действий, но простые слова, простой анализ показывает человеку, стоит ли вообще на это обращать внимание. Я говорю, вот смотри, сейчас выйдем на самое оживленное место этого города. Я задаю простые три вопроса по своему профилю, ты задаешь простые три вопроса по твоему профилю, той компании или того продукта, который ты представляешь. Я говорю, у меня все выйдут с информацией. У тебя большой-большой вопрос. Почему? Потому что то, чем мы занимаемся, нужно и мужчинам, и женщинам. От рождения до самого последнего дня. И это концепция здоровья. Это вода. Это то, не сегодня, а уже звучало с этой сценой, что нужно всем. Понимаете? И ниша эта не занята. Единственный коралловый клуб на мировом пространстве, который профессионально продвигает эту тему. Я вас сегодня поздравляю. Вот то, с чего мы имеем выгоду, с товарооборота, строить очень легко, используя то, что дает коралловый клуб. Понимаете, о чем я говорю? Ну и теперь непосредственно к теме. Кто любит делать холодные контакты? А кто делает холодные контакты? А кто пробовал и не получилось? Или не получается? Ну что? Могу сказать, что очень классно. Каждый, в принципе, из всех тех людей, которые подняли руку, будет, что из моего опыта, я думаю, сейчас делится своим опытом. Это не теория, я практик, честно говоря, с момента того, как я познакомился с Мариной Федоренко, я всегда буду ей благодарен, потому что она мне открыла глаза на этот бизнес. Я не считал седевой бизнес чем-то таким хорошим и тем, чтобы я применил к себе. После общения с ней, в Крыму мы познакомились, двое суток изменило мое вообще, не то, что понимание седевого бизнеса, а изменило вообще мою жизнь, честно говоря. И говорю вам с открытой душой, глядя вам в глаза, что в лучшую сторону. Если бы я занимался автомобильным бизнесом так, как я занимался до Кораллового клуба, учитывая все составляющие факторы, которые в традиционном бизнесе присутствуют, не знаю, как бы я себя сейчас чувствовал, возможно, я бы не этим бизнесом занимался вообще. Но вот тогда, в том месте, в то время, это была судьбоносная встреча и всегда этому человеку благодарен. И поскольку до этого нашего знакомства моя супруга уже достаточно, я сейчас даже не помню сколько, ну, наверное, месяцев 10, да, успешно поправлялась с помощью продукта здоровья, то все наше окружение, когда я взял свою записную книжку, и передо мной встал вопрос, кому отдать эту информацию, а уже все получили. Почему-то, потому что супруга хотела удешевить себе продукт. Благо, компания отдавала такую возможность и дает до сих пор, да? Вот. И кому идти? А в окружении уже все отработаны. И передо мной встал такой момент, что действительно, все люди, которые меня окружают, могут быть потенциальными потребителями. Только лишь технология, как к ним донести эту информацию. Я начал пробовать, начал делать эти шаги. Первое, что я сделал, в моем подъезде жил и живет сапожник. У него есть железная будка 3х2, и вот такое окошечко 30 см на 30 см. Я помню, это была осень. Вот. Окошко мне почему-то казалось, что все его клиенты будут пить коровую воду и заниматься самоздоровлением. Я сидел у него, вряд ли, трех недель в этой будке, нюхал этот клей, запосты. И в это окошко подавались сапоги, а я в ответ подавал тогда еще. Кассеты были, дисков не было. Говорю, прийдете за сапогами, принесете кассеты, мне интересно ваше мнение, не видя вообще человека. Понимаете, да? То есть окошко было вот так, я вот так глядел, чтобы вы видите его глаза. Вот. Результат ноль. Никакого результата. Я потом, мне никто не объяснял, как это делать. Все делать через свой, честно говоря, опыт. И, естественно, никакого результата. Я помню, что нужно выходить, нужно общаться с людьми, нужно смотреть им в глаза. Я прошел через то, что работал через диагностику. То есть выезжал со спонсором, работа под диагностику. Не работать, я не мог это сдублицировать. Я не мог дальше это повторять. Тем более, я не являюсь врачом, я не диагност, я не косметолог, я не массажист. Вы понимаете, да, что эти люди имеют свое окружение. И у них есть... Наработана клиентская база. Им проще. У меня этого нет. Мне нужно было брать этих людей где-то откуда-то. Да? Я ходил по городу Запорожье, мне, кстати, было изначально. Очень тяжело ходить. Мне казалось, что любой встречный это мой знакомый. Вот. И я это делал очень быстро. Листовку. Знаете, такой вот фильм «Бриллиантовая рука». Когда ночью он пошел за хлебом, да, и у него встретился человек. Тень. И, помните, вот подобную ситуацию я ставил в себя. Чтобы меня не узнали, не увидели, протягивал листовку и быстренько уходил дальше. Понимаете? Понятно, что результата тоже не было. Потом стал ходить по директорам магазинов, фирмы, так далее, так далее, так далее. Отребители были. Я сейчас говорю языком, дистрибьюторами хотелось, понимаете? Отребители-то были. Но это не совсем то, чего мне хотелось. Вот. По объявлениям в газете я работал, наверное, около года. Работает очень... Я сейчас буду говорить то, что я обычно не на сегодняшний день. Работает все. Могу сказать сразу. Любой метод работает. КПД действий только раз. И вот то, чем я сейчас руководствуюсь, то, что мне нравится, я буду вам говорить. То, что мне нравится, то, что я отбросил, буду говорить почему. Я не буду объяснять все нюансы, как я это делал, потому что время у нас ограничено. Работа по газете очень много, очень много встреч. И очень много негатива из этих встреч. Причем потому, что люди приходят в основном со стереотипом новинного работника. И с ними просто тяжело разговаривать. Из этой области очень тяжело выбрать человека, который бы хотел заняться бизнесом и инвестировать свое время в первую очередь. Понимаете, о чем я говорю? То есть там нужны деньги сразу и сейчас. И вы вкладываете колоссальное количество времени, отдача минимальная. Поэтому я перестал это делать. Хотя объявлений давал разные, разные темы. Импровизировал очень много. И еще могу сказать такую штучку. Объявление в газете работает только тогда, когда оно выходит постоянно, хотя бы месяц. То есть одно-два объявления не работают. Выхода практически не будет. Что еще? Работа по интернету. Много времени. Постоянно надо сидеть в интернете. В основном потребители. Нет личностного контакта. Не используют. Чем вы еще занимались? Мы занимались... У меня была большая команда Next, которая была готова делать все для того, чтобы состояться в этом бизнесе. Мы... Все, что приходило на голову, импровизация была полнейшей. Мы брали журналы. Единственное, что было очень серьезная спонсорская поддержка, именно финансовая, в виде инструментов Александра Покорина. Мы брали журналы, ходили по проспекту, меняли их на пачки сигарет. Меняли эти журналы за интервью. Что еще делали? Ходили по подъездам, раздавали книжечки по воде. Адресная, так называемая, раздача информации. Если вы захотите такое делать, столкнетесь с огромным количеством, опять же, негатива. 50% людей во мне будет открывать двери. Из тех, которые откроют двери, будет процентов 30. Мы вас не ждали. Какого вы, честно говоря, приперлись? Прямым текстом вам так и будет говорить. И были особенно девушки в моей команде, которые со слезами выходили из этих подъездов. Плюс очень ограниченное время, до дома кого-то нужно застать. Правило, после рабочего дня с 5 до 9 вечера. То есть тоже выход достаточно маленький. Тоже убрали, но на сегодняшний день я этим не работаю. Что мне нравится? На сегодняшний день самое лучшее, я считаю, это знакомство. На улице. В первую очередь, опять же, огромное благодарность моему наставнику под Полину. Причем потому, что он первый и единственный, который показал мне, как это делать. Я помню эту поездку, когда он говорит, я еду, у меня круиз, не круиз, а, ну как это сказать, по городам. Турне, да, турне по городам. Хочешь поехать? Я сел в эту машину, он со своим помощником, с Володей, и я, такой нахлебничий, вот сзади. И что я увидел? Увидел, как он работает. Это каждый день был новый город. Он не работал под события, у него были встречи, поскольку он приезжал в свою структуру. А моя задача была сделать листовок, я купил тогда штамп, листовки у меня были, и на штампованах, зная место, где какая встреча, под презентацией, и раздача этих листовок. Каждый день новый город. Это были Митлеры, это была Полтава, Сумы, Брянск, географию вы уже понимаете, да? Ну, почти через половину Украины, и там-то Москва стала, да, вроде, немножко. И назад тоже, Сумы, и так далее, и так далее. Вот, честно говоря, эта поездка, не 10 или неделю она длилась, я точно не помню, но это то, что я приехал туда совсем другим. И самое важное, из всей этой поездки, я прекрасно помню город Сумы, Красная площадь, мы просто идем с ним вдвоем. Он достает эти листовки, у меня еще не было этих листовок, я не знал, как он это делает, он достает просто, идет со мной рядом, ничего не говорит. Достает эти листовки, начинает раздавать. У меня единственный вопрос, Саша, дай мне, дай мне, я тоже, так сказать. То есть я увидел как, я прятал глаза, мне сказалось, что это, ну, некрасиво, что это непрестижно, что это, каждый будет меня осуждать, понимаете? Я увидел, как он это делает, с открытой душой, с открытыми глазами, с улыбкой и радостно и весело. Понимаете, я попросил Саша, дай мне, ничего страшного, что там его фамилия написано, мне просто хотелось самому попробовать. Понимаете, мы прошли там в Красной площади, ну, совсем чуть-чуть, да, пока мы прошли, мы раздали где-то вот такую пачку этих листовочек. Понимаете? И мое удивление, когда пришли на презентацию, пришли эти люди. И пришли не один, не два, достаточно много пришли. Понимаете? У меня после этого, я просто прозрел, я увидел, как это делать. Поэтому сегодня, сам считаю, самое лучшее, что я могу сделать, не рассказать, а показать. И, в принципе, все, из всей моей структуры, все, кто хочет, я всегда говорю, пошли, я тебе покажу, рассказывать о чем-нибудь. Вот. И метод очень хороший. Метод достаточно имеет хороший ПТД, но если это делается под событиями, под событиями. Под ту же презентацию, или под ту же какую-либо встречу, да, тематическую встречу. Вот. Единственный нюанс, что нужно вкладывать деньги. Для новичка это я точно понимаю, точно знаю, потому что достаточно много было аннертика. Мы, если бы даже, грубо говоря, 100 гривен не могли потратить, не было этих денег, чтобы купить эти листовки. У меня ребята купали там по 100-200 штучек этих листовок, вот, раздавали под это событие. И представьте разочарование, когда ни один человек не приходит. Со 100 листовок там нужно тысячами раздавать, тогда будет выход. Но с 100 листовок может никто не прийти. И часто так бывало. Я видел разочарование в глазах. Поэтому я стану ходить от тех методов, которые затрагивали вложения какие-то финансовые. Понимаете? И потом, как подарок, тоже Александр очень сильно благодарен, что он сделал представление Альянсу. Я считаю, это очень сильная штука. Причем потому, что мне этого очень много. Это когда ты можешь рассчитывать на поддержку, во-первых, изменить свое окружение. Изменить окружение и среди успешных мощных лидеров. Этой компании. Те, которые в движении. Те, которые развиваются. И самое главное, получать информацию из первых уст. Поэтому то, что он сделал, я знаю, что... Для меня это очень большое. Очень большая штука была. Вот. И общение с Ухмой. Который со сцены... Я прекрасно помню, как он сказал. Тема была «Холодная контакта». Он говорит, я иду с пункта А в пункт П. А вот. Там, допустим, на доле две остановки не доезжаю до того места, которое мне нужно. И делаю стоп знакомств. Все. Эта фраза была моя. Мне единственное, как надо делать. Елки-палки. Стоп знакомств. В моем понимании, это, знаете, ну... Тут листовку отдать. Была проблема. А тут знакомство завести с человеком. Причем, ну, будем говорить, пройдя километр по улице. Единственное, что у меня было, как. Понятно, что тренинга я не... Не получилось у меня, тренинг я был понятен. Но я мог... Поскольку было представление в команде Альянс, я мог себе позволить, что с супругой приезжали на события на 2-3 дня раньше, чтобы не было очереди у этих людей, и можно было пообщаться, задать самые лучшие, самые сокровенные для меня вопросы. И мы этим пользовались практически на каждом событии. И я полностью согласен с Ириной, и то, о чем она говорила вчера, что нужно приезжать на день раньше, приезжать на день позже. Вы очень сильно себя, ну, будем говорить, ограждаете от возможности общения, от возможности получения информации. Вот. И оказывается, это настолько просто. Сегодня самый мой любимый метод – это знакомство. Почему? Потому что вообще не требует финансового отложения. Никаких. Листочек, бумажки и ручка, чтобы записать телефон. Даже этого не надо, можно в телефон прямо вводить. Все. Больше никаких финансового отложения. Единственное, что инструмент с собой. Диск. Я пользуюсь диском, на котором записана знаменитая лекция Марины Федоренко. Единственное, что я не пользуюсь марином черным, я пользуюсь марином белым. Просто позже сделана запись, и она более качественная. И альтернатива этому книга поводит. Все, наверное, знаете, что есть такая книга, да? Это выдержка из Академии здоровья Ольги Петровой, того, где в конце книги присутствует лакус-тест, с которым ознакомивший человек может понять. И возникнуть у него желание сделать для себя этот лакус-тест. И книжечка очень классно в этом плане работает. Мое глубокое убеждение, 50% людей, которым вы будете предлагать информационный пакет, не имеют возможности посмотреть на себя. Но нет у них ни DVD, ни компьютера. Поэтому книга будет востребована практически в 50% случаев. И дальше технология, как это отдать. Ребята, это очень просто. Очень просто, просто вот с темами страха, которые вчера озвучили, действительно тут надо проработать. Причем потому, что я очень глубоко уважаю одного из своих, ну, будем говорить, самых молодых людей, в своей структуре. Евгений Завальзин, в его журнителе выходил на эту сцену. Я познакомился с ним, когда ему было 19, максимум 20 лет. Он мне очень понравился. Понравился чем? А вот тем, как он относился вообще по всему, что его окружает. Отца нет, живет с матерью, с бабушкой. На окраине города повар. Образование повар. Я, когда меня с ним знакомили, он работал в ресторане. И встреча как произошла? Он стоял, стругал салатик и смог выйти на 5 минут. Понимаете? Все, что я успел сказать за 5 минут, это восхватило. Он сказал так. Мы назначили следующую встречу. После этого он уволился. Но поскольку нужные деньги, он работал ночью грузчиком. А днем учился в институте и еще достаточно много времени уделял караванту. Понимаете? Вот. Единственное, что я могу сделать для него, это научить как. Я его с собой правил. Опять же, Александр Подпорин. Будем освободить новый регион. Его идея была. Мелитополь есть у нас такой город в области Заборожской. И мы 8 месяцев ездили туда. Постоянно с собой, Евгений. Я видел, как он над собой работает. Нет. Я ему помогал в этом. То есть, как помогал? Идет человек. Мы тогда использовали... Как оно называется? Нет-нет-нет. Соцопрос. Соцопрос. Простые три вопроса. Листик, бумаги и ручки. И, например, интервал между подходом к потенциальному потребителю... Ну, к потенциальному клиенту у него был 5-10 минут. И я стоял рядом и видел, что он над собой у него чуть ли не вся жизнь проходила на лице. Мимика работала. И вот он смотрел на человека. Здесь на сцене кто-то говорил, как коршун вокруг телефона. Хожу-хожу. Вечером уже вроде бы поздно. Вот у него такое не было возможности сделать, что я этого не могу или завтра. Потому что я стоял. Говорил, Женя, идет человек на горизонте, появилась цель. Я смотрю, у него заиграло все лицо. Вот. Одним словом, на сегодня это профессионал холодный пункт. Сегодня статус, вы его знаете, я знаю, что этот человек, который живет сегодня коралловым клубом. В его возрасте, с его возможностями и с той перспективой, которую дает коралловый клуб, ну, все горизонты перед ним, единственное, с динамикой, со скоростью добавить можно. И теперь более подробно, как делать это. Вот это просто, да? Ну, первое, что я советую, это, если есть страхи, просто выйдите на улицу, погуляйте. Но при этом сделайте такой тренинг. Улыбайтесь. Думайте о чем-то позитивном, о чем-то хорошем. У вас должна быть улыбка, вы должны изгущать позитив. У вас должно идти вот это привлекательное, позитивное начало. И последите о том, обратите внимание на то, как будут меняться люди, которые будут идти вам на встречу. Поделайте это хотя бы часом. И вы поймете, к кому вам стоит обращаться. При этом не надо только глупого делать, просто улыбайтесь. Пусть у вас на лице будет написано удовлетворение в вашей жизни. Если сейчас вы не удовлетворены в своей жизни, подумайте, к чему вы хотите. Подумайте, как вы будете себя чувствовать, когда вы будете иметь то, о чем мечтаете. Вот тогда у вас автоматически это появится на лице. Да, возможно, в первое время придется последить за своим именем. Почему? Потому что, опять же, обратите внимание, 70-80% людей, которые будут вам встречаться на улице, люди будут с перекошенными лицами, с негативными лицами, на озабоченность на лице и так далее. А вам нужны совершенно другие. Вам нужны открытые, общительные, позитивные люди. Не подходим к тем, кто с наушниками, кто с пивом, кто с сигаретами. Я имею в виду, идет кури. А вот выбираем и не обращаемся к тем, кто, как сказать, бомжеватого вида. Это бесполезно. Сегодня, имея опыт, я могу с очень большой долей вероятности сказать, идет человек на встречу, возвод он информацию или нет. Новичку это не советую, потому что нет этого опыта. Подходить нужно ко всем. Единственное, исключить вот те категории, которые я только что озвучил. И желательно, чтобы у человека возникло желание, чтобы вы подошли только к нему. Чтобы вы не делаете это специально, а чтобы вы к нему обратились с этой информацией. Сделайте какой-нибудь достигающий вопрос. Например, я пользуюсь всегда, как пройти. Несмотря на то, что я знаю, где находится пункт А и пункт Б, и уже туда-сюда ходил много-много, десятков раз. Я просто спрашиваю, как пройти туда-туда-туда. И мне интересна реакция человека. Как он отреагирует на мой вопрос. Если он занят, ну, меня интересуют только те, которые скажут, улыбнутся, скажут, как пройти, сделают это вежливо, анастичнее, и так далее, и так далее. Я увижу, что человек открыт к общению. И тогда я просто задам вопрос. Простой, открытый, честный вопрос. Я занимаюсь профессиональной водой. Расскажите, в вашем городе, в вашем районе вода хорошего качества? И все. И молчу. Дальше идет рассказ. Как правильно идет рассказ. В моем кране вода плохая. Я только в Минске встречал, и то не у большого процента населения людей, там действительно есть район, где вода, ну, достаточно хорошего качества. Но, вы не говорите, естественно, понятно, что она небезопасна, так же? Тем более неполезна. Я имею в виду по составляющим, если сделать электролиз. Чтобы человек мне ответил, хотели бы вы повлиять на качество той воды, которую вы пьете сегодня? Сами, со своей семьей. И все. Мне нужны те, кто скажет «да». Единственное, что люди думают, что я сейчас буду им лекцию читать, прямо сходя на улице. Говорят, нет, времени нет, я могу дать на данную информацию. На диске или на книжке, если вам она удобна. Меня интересуют те, кто скажет «да», меня это интересует. Все. Меня вообще не интересуют те, кто скажет «нет», меня это не интересует. «Я знаю все о воде» и любое другое возражение. Я говорю «спасибо за то сказку, что мне сказали, как пройти к цирку». Я не работаю с возражениями, это у меня не существует. Я не сталкиваюсь с негативом вообще. Если говорить о КПД действий, вот последние, последние, ну, наверное, дней 15-20 назад, я был в Минске, один из дистрибьюторов попросил меня показать, как делать эти водные пункты. Она достаточно мудрый человек взяла с собой своего дистрибьютора. Мы походили час по центру Минска. Единственное, чтобы выбирать, конечно, нужно места, самые оживленные. И желательно там, где большое сосредоточение банков, где есть хорошие дорогие бутики, где можно потенциально встретить нормальных людей. или те, которые, ну... Да, у которых есть какие-то цели в жизни. Если вы пойдете на окраину, где-нибудь в спальный район, там менее вероятность... ПДВ-60 будет ниже, вот я вообще не могу сказать. То есть там меньше вероятности встретить человека, который о том нефициально. Который будет иметь самая интересная еще и финансовая возможность. Вот. Значит, час, буквально час мы поделали эти контакты. Я никогда не делаю это для чего-то на... То есть подписание мне лично. То есть подписывается человек только тогда, когда это он отдал эту информацию. Понимаете, да? Значит, за час я отдал шесть пакетов информационных. Из них два подписания. Один человек на таком мнении... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Один... АПЛОДИСМЕНТЫ Один человек оказалась... На следующий день она пришла ко мне на встречу, говорит, вы знаете, наверное, подарок судьбы и мы с мужем вегетарианцем, не вегетарианцем, а сыроедом. Мы сыроеды и мы вообще занимаемся лотой для себя. Вот мы делаем электролиз. Каждая склона мне... Как хорошо, что... Я знаю, что дальше с ней, о чем я с ней говорю. Мы слышали, видели информацию Зелона, да? О коралловой воде. Да, я буду заканчивать уже быстро. Мы понимаем, что это классно. В чем разница? Почему? Расскажите, почему? Чем отличается вода от той, которую мы с электролизом делаем, да? Я ей все это объяснил, показал и рассказал. Она оформила дисконт. Ладно, что сейчас это все в электронном виде. Можно, наверное, не отходя отказом все это сделать. Вот. Решение было создано. На следующий день она мне позвонила и говорит, вы знаете, мне это интересует как бизнес. Оказывается, она работает в волейбольном... Высшая лига волейбола в Беларуси. Вот. И она отвечает за питание этих команд. Понимаете? Час времени. Вот такое, как я вам сказал. И самое интересное, что... Буду закругляться. Самое важное не то, как вы будете это делать, а то, что вы будете это делать. Дело самое главное. Понимание, как себя усовершенствовать, ту информацию, которую я сейчас рассказал, адаптировать под себя. Почему? Потому что каждый индивидуален. И сделать этот жест, передача этой информации, чтобы он был естественным, это вы должны пропустить через себя. Только достигается количеством повторений. Все. Очень очень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Это субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok